Лекция Лекция Хороший лектор лекцию не читает, а рассказывает, но я буду читать, потому что, во-первых, я раньше никогда не читал лекции и не водил экскурсии, к тому же я разменял девятый десяток, и оперативная память у меня очень невелика уже. То, что я буду читать и показывать, это взято из моей книги «Чехов и художник». Итак, мы начинаем. Сейчас я поправлю немного здесь. Изображение уже есть, все в порядке. Исаак Левитан родился в августе 1860 года в местечке Кибарты, близ пограничной станции Вершболова. Это граница между Российской и Германской империей. Родился в бедной, но образованной еврейской семье. Дед его был раввином. Отец учился в раввинской школе, но священнослужителем не стал. Занимался самообразованием. Был мелким служащим на железнодорожных станциях и давал частные уроки немецкого и французского языков. Основы образования Исаак получил у родителей. В начале 70-х годов семья из шести человек, родители, два сына, две дочери, переехала в Москву. В Москве отец не смог устроиться на службу и перебивался уроками. Старший сын, Авель, поступил в училище живописи, вояния и зодчества. В 73-м году в училище поступает Исаак. Там обращает на себя внимание незаурядным дарованием. В 75-м году он лишился матери. В феврале 77-го года умер отец. И 17-летний Левитан остается без средств и жилья. Голодает, ночует в домах родственников и знакомых. Иногда тайком до утра остается в училище. Зарабатывает на жизнь уроками рисования, мелкими художественными заказами, рисунками в тонких журналах. Известно, что в 76-м году он освобожден от платы за учения ввиду крайней бедности и как оказавшей большие успехи в искусстве. О юном Левитане, на редкость красивом и изящном мальчике, написал в воспоминаниях Михаил Нестеров. Так, это, оказывается, надо не в ту сторону. Ага, теперь понятно. Итак, слово Нестерову. Одетый, да нельзя скромно, в какой-то клетчатый поношенный пиджак, коротенькие штанишки, он терпеливо ждал, когда более удачливые товарищи, насытясь у Моисеевича, расходились по классам. Тогда и Левитан застечиво подходил к Моисеевичу, чтобы попросить доброго старика подождать старый долг, копеек 30, и дать ему вновь пеклеваник, это хлеб из мелко промолотой ржаной муки, если кто не знает, с колбасой и стакан молока. В то время это был его и обед, и ужин. В 1976 году Левитан переведен в старший натурный класс. Он занимается у Алексея Саврасова, руководившего пейзажной мастерской. В мастерской Саврасова проявились поэтичность натуры Левитана, его любовь к природе, глубокая до поклонения и страстная до слез. Начиная с 1977 года, картины Левитана можно видеть на выставках ученических работ. На выставке, открывшейся в декабре 1979 года, его картину «Осенний день. Сокольники» приобрел для своей галереи Павел Третьяков. В этой небольшой картине новое, характерное для Левитана направление пейзажной живописи, пейзаж настроения. Она оказалась единственной картиной Левитана, в которой настроение передает не только природа, но и легкая фигура одинокой женщины. Ее написал Николай Чехов, брат Антона Чехова и товарищ Левитана по училищу. С сентября 1982 года Левитан занимается у Василия Поленова, назначенного в училище руководителем пейзажной мастерской. Поленов говорил о чистой живописи, о многообразии и гармонии красок, знакомил учеников с достижениями европейских художников, искусством импрессионистов. Осенью 1984 года Левитан начинает посещать воскресные акварельные утра в доме Поленовых. В декабре Поленов привлекает Левитана и Коровина к работе над декорациями в частной опере Мамонтова. В 1983 году Левитан окончил общеобразовательный курс по наукам и представил в совет преподавателей училища пейзаж на соискание большой серебряной медали и звания классного художника. Однако совет постановил не награждать большой серебряной медалью за пейзажи, как за произведения безидейные. В апреле 1985 года Левитан подаст прошение о выдаче ему диплома неклассного художника в связи с выходом из училища. Такой диплом позволял преподавать в гимназиях рисование и чистописание. В 1983-1985 годах Левитан выезжает на этюды в Савинскую Слободу, близ Звенигорода, где создает ряд пейзажей, отличающихся поэтическим светлым и восторженным отношениям к природе. Лучшие картины этого периода. Савинская Слобода под Звенигородом. Мостик, Савинская Слобода. Говорили о появлении сложившегося оригинального живописца. Левитан подружился с Чеховым в начале 80-х годов. В то время Антон навещал живущего в номерах брата Николая и принимал участие в загородных прогулках молодых художников. Зимой 1984-1985 годов Чехов бывал в театральных мастерских частной оперы, где вместе с его братом писали декорации Левитан и Виктор Симов, будущий художник-декоратор художественного театра. Чехов, вспоминая Тимов, разглядывал декорации, охотно принимал участие в обмене мнений, высказывая меткие и очень основательные замечания, не живописца-профессионала, а просто художника по натуре. Тесно сблизились Левитан и Чехов летом 1985 года. Весной Левитан выехал в деревню Максимовку, близ имения Киселевых-Бабкина, где снимала дачу семья Чеховых. Вскоре Левитан, страдающий от глубокой депрессии, по настоянию Чехова перебрался в Бабкина. Они вместе бродят по окрестностям, охотятся, ловят рыбу. Из письма Чехова Лейкину, 9 мая 1985 года. Сегодня утром на жерлицу поймал налима, а третьего дня мой соохотник убил зайчиху. Со мной живет художник Левитан, ярый стрелок. Он-то и убил зайца. С беднягой творится что-то недобранное, психоз какой-то начинается. Хотел вешаться. Взял я его с собой на дачу и теперь прогуливаю. Словно бы легче стало. Чеховы и Левитан посещают музыкальные вечера в доме Киселевых. Левитан пишет пейзаж река Истра и дарит его Чехову. В июне тяжело заболевший Левитан возвращается в Москву. Его по просьбе Чехова навещает доктор Коробов. 23 июня Левитана навещает и рисует Николай Чехов. В июле Левитан снова гостит у Чеховых в поэтичном Бабкине, где начинает писать картину «Березовая роща». Через четыре года она будет закончена в Плёсе и станет одним из шедевров художника. Березовая роща Левитана молодая, поэтому листва растет там низко. Она не срезается полностью, как у Куинджи верхним краем картины. Тонкие ветки с молодой листвой шевелятся при легком дуновении ветра. Жёлтые пятна солнечного света на тёмно-зелёной траве тоже слегка подвижны. Они не дают чётких контуров. Одна берёза так приближена к нам, что мы не видим и нижней части её ствола. Мы как бы вошли в эту наполненную светом и воздухом молодую берёзовую рощу. И улыбаемся в ответ. Потому что в этой картине, говоря словами Чехова, чувствуется улыбка художника. Заработанные в театральных мастерских деньги позволяют Левитана весной 1986 года отправиться в творческое путешествие по Крыму. 24 марта он пишет Чехову из Ялты. Дорогой Антон Павлович, чёрт возьми, как хорошо здесь! Представьте себе теперь яркую зелень, голубое небо, да ещё какое небо! Вчера вечером я взобрался на скалу и с вершины взглянул на море. И знаете ли что? Я заплакал. И заплакал навзрыд. Вот где вечная красота. И вот где человек чувствует своё полнейшее ничтожество. Но хотя знакомство с природой Крыма, с морем, потрясло Левитана, богатство и роскошь южной природы не умолили его очарование природой подмосковной, по которой Левитан вскоре заскучал. И уже 29 апреля он пишет Чехову из Алубки. Природа здесь только вначале поражает, а после становится ужасно скучно и очень хочется на север. Я север люблю теперь больше, чем когда-либо. Я только теперь понял его. На шестой передвижной выставке будет экспонироваться 31 крымский этюд Левитана. Михаил Нестеров писал, Этюды были раскуплены в первые же дни, и надо сказать, что до их появления никто из русских художников так не почувствовал, не воспринял нашу южную природу с её морем, задумчивыми кипарисами, цветущим миндалём и всей эллигичностью древней Тавриды. В июне и июле следующего, 86-го года, Левитан снова в Бабкине. «Талант его растёт не по дням, а по часам», – написал в эти дни Чехов. Находилось время и для развлечений. Неистащимый на выдумке Антон Павлович устраивал розыгрыши пантомимы сценки, в которой вовлекался и Левитан. Весёлого и смешного было много, но были удовольствия более высокого порядка. О чудесных поэтических вечерах в Бабкине вспоминала спустя много лет Мария Павловна Чехова. «Представьте себе тёплый летний вечер, красивую усадьбу, стоящую на высоком крутом берегу. Внизу – реку, за рекой громадный лес, ночную тишину. Из дома через раскрытые окна и двери льются звуки бетховенских сонат, шопеновских ноктюрнов. «Чок-то возьми, как Хагошо», – говорит Левитан. Однажды Левитан объяснился Маше Чеховой в любви. Объяснился неожиданно пылко. Смущённая Маффа, так произносило имя Левитан, убежала. Когда Маша поведала брату, что не знает, как и что нужно сказать теперь Левитану, он ответил. «Ты, конечно, если хочешь, можешь выйти за него замуж, но имей в виду, что ему нужны женщины бальзаковского возраста, а не такие, как ты». Вскоре неловкость объяснения была забыта. Роман не имел продолжения. Мария Чехова и Левитан продолжали быть лучшими друзьями. Правда, Левитан не раз говорил. «Если бы я когда-нибудь женился, то только бы на вас, Маффа». Левитану не суждено было жениться, но длительные увлечения, или, как теперь говорят, отношения, при том женщинами бальзаковского возраста, у него были. В сентябре 1986 года Левитан знакомится с Софьей Петровной Кувшинниковой, женой полицейского врача. Восторженной – это портрет Левитана, он уже сам писал. Восторженной художественно дарённой женщиной, создавшей в небольшой казённой квартире салон, в котором бывали артисты, художники, музыканты, литераторы. Кувшинникова стала ученицей и близкой подругой Левитана. С осени 1986 года до разрыва отношений в 1994 году на этюды они ездили вместе. Чехов, получивший в октябре 1988 года Пушкинскую премию и стал быть, ставший знаменитым, также начинает посещать вечера Софьи Петровны. Первая поездка на Волгу весной 1987 года не оправдала ожидания Левитана. «Разочаровался я чрезвычайно», – писал он оттуда Чехову. «Ждал я Волги, как источника сильных художественных впечатлений, а взамен этого она показалась мне настолько тоскливой и мёртвой, что у меня заныло сердце, и явилась мысль, не уехать ли обратно». Конец цитаты. «Сильные впечатления, в том числе и художественные, всё-таки были. Ощущение величия природы, её сокровенной тайны и красоты, но они накладывались на чувство одиночества и страдания от невозможности выразить эти сильные впечатления на холсте. «Может ли быть что трагичнее, – писал Левитан, – как чувствовать бесконечную красоту окружающего, подмечать сокровенную тайну, видеть Бога во всём и не уметь, сознавая своё бессилие, выразить эти большие ощущения?» Весной 1988 года Левитан, Кувшинникова и Алексей Степанов поплыли от Рязани вниз по оке до Нижнего Новгорода и далее вверх по Волге, пока не добрались до Плёса, по мнению Кувшинниковой, городка удивительно красивого, поэтичного и тихого. «Жилось нам удивительно хорошо, – вспоминала Софья Петровна, и даже Левитан, и тот перестал хандрить, и настроение это отражалось на его картинах. «Знаешь, – заметил Чехов Левитану, когда увидел его новые работы. На твоих картинах даже появилась улыбка». Поездки на Волгу в 87-90-м годах открыли Левитану новую Россию, её эпические просторы, величие и спокойную мощь широкой реки, красоту и торжественный покой неоглядных далей, высокое зарежных далей, высокое неоглядное небо. Нестеров писал, «Левитан, вдумчивый по природе, ищущий не только внешней похожести, но и глубоко скрытого смысла так называемых тайн природы, её души, шёл быстрыми шагами вперёд, и как живописец». Лучшие картины этого периода «Вечер на Волге», «Вечер золотой плёс». После дождя плёс купил для своего собрания Павел Третьяков. В марте 1990 года Левитан отправился в первую заграничную поездку. Он посетил Берлин, Париж, путешествовал по Италии, знакомился с современной живописью и работами старых мастеров, писал итальянские пейзажи. Но ни работами этой поездки, ни тем, что написал во время заграничных путешествий в следующие годы, Левитан удовлетворён не был. Ландшафты Франции и Италии, так же, как ранние виды Крыма, не очаровывали его. Вскоре после поездки за границу в мае 1990 года Левитан и Кувшинникова снова едут на Волгу. Там Левитан начинает работать над картиной «Тихая обитель». В марте 1991 года Левитана приняли в члены Товарищества передвижников. В это время его «Тихая обитель» экспонировалась на 19-й выставке Товарищества в Петербурге. Картина очаровывала чисто живописной красотой и настроением покоя, умиротворения, просветления, и вместе с тем, как образ мирной, неспешной и духовно красивой жизни, она вызывала размышления о её смысле. Чехов, побывавший на выставке, написал сестре о необыкновенном успехе картины. Левитан празднует именины своей великолепной музы. Его картина производит фурор. В начале мая Левитан гостит у Чехова на даче в Олексине. Он приехал вместе с Ликой Мизиновой, подругой Машей Чеховой. Незадолго до этого братья Чеховы познакомили Лику с Левитаном и Кувшинниковой. Между ними и Мизиновой установились дружеские отношения. Софья Петровна любила окружать себя молодыми лицами. Лето 1991 года Левитан и Кувшинникова проведут вместе с Мизиновой в деревне Затишье в Тверской губернии. Вскоре после того, как Левитан и Мизинова покинули дачу в Олексине, Чехов сообщает, вернувшись в Москву Лике, о переезде с семьёй в Богимово и приглашает её туда приехать. Однако в начале июня Левитан написал ему из затишки «Пишу тебе из того очаровательного уголка земли, где всё, начиная с воздуха и кончая, прости, Господи, последней, что ни наесть, букашкой на земле, проникнуто ею, ею, божественной ликой. Её ещё пока нет, но она будет здесь, ибо она любит не тебя, Белобрысова, а меня, вулканического брюнета. Больно тебе всё это читать, но из любви к правде я не мог это скрыть. Неизвестно, что ответил Чехов, но 12 июня он написал Мизиновой. Очаровательная, изумительная лика. «Увлекшись черкесом-левитаном, вы совершенно забыли о том, что дали брату Ивану обещание приехать к нам 1 июня и совсем не отвечаете на письма сестры. Я тоже писал вам в Москву, приглашая вас, но и моё письмо осталось глазом вопиющего в пустыне». Чехов настойчиво, хотя и в шутливой форме, снова приглашает лику приехать в Богимово. Далее пишет. «Кланяйтесь левитану, попросите его, чтобы он не писал в каждом письме о вас. Во-первых, это с его стороны невеликодушно, а во-вторых, мне нет никакого дела до его счастья. Будьте здоровы и счастливы, и не забывайте нас». В конце письма рисунок, сердце, пронзённое стрелой, сопровождаемый словами. «Это моя подпись». Оба письма Левитана и Чехова выдержаны в духе шутки, дружеского потрунивания. Такой тон удобен, когда хочется приоткрыть и в то же время завуалировать подлинные чувства. В письме Левитана читается ликование. В письме Чехова едва прикрыта досада на Левитана, и не только на него. Оба они, каждый по-своему, увлечены божественной очаровательной ликой. Неподалёку от затишья, в Бернове, имении баронессы Вульф, Левитан начинает работать над картиной «У омута». Эта картина в начале 92-го года экспонировалась на 20-й передвижной выставке в Петербурге, где её приобрёл Третьяков. Спасибо Третьякову большое. Написано под впечатлением предание об утопившейся в этом омуте дочери Мельника. Это же предание было основой сюжета пушкинской русалки. Картина «У омута» отразила вместе с тем трагическую, мрачную сторону мира ощущения художника. При том, что Левитан был необыкновенно впечатлительный и соволюбив, её юные годы проходили в унизительной бедности. Тяжёлым испытанием было выселение молодого художника из Москвы. Его выселяли дважды. И даже успех Левитана на ученических выставках, вспоминал Нестеров, принёс ему немало огорчений. Не только Сальери, но и Моцарты тех дней, да и поздней не свободны были от чувства зависти к большому таланту. Конец цитаты. Не менее, чем от внешних причин, Левитан страдал от недовольства собой и своими возможностями. «Господи, когда же не будет у меня разлада? Когда я стану жить в ладу с самим собой? Этого, кажется, никогда не будет. Вот в чём моё проклятие!» писал Левитан Чеху во время первой поездки на Волгу весной 1987 года. Ему казалось, что он не передаёт и малой доли всего, что он чувствовал, что жило в его душе и что он хотел видеть на своих картинах. Картину у Омота Нестеров, товарищ Левитана по училищу и его друг, воспринимал как нечто, пережитое автором и воплощённое в реальные формы драматического ландшафта. В первой половине апреля 1992 года Левитан гостит у Чехова в Мелехове. Они каждый день ходят вместе на охоту, но вскоре между Левитаном и Чеховым происходит ссора из-за рассказа по прыгунь. Дело было не только во внешнем сходстве, как это представлялось Чехову. Дама пишет красками, муж у неё доктор и живёт она с художником. В описании салона Ольги Ивановны современники узнавали салон и посетителей вечеров Софьи Кувшинниковой, а сама Ольга Ивановна и художник Рябовский по некоторым характерным чёрточкам поведения были близки Софье Петровне и Левитану. У Рябовского, как у Левитана, это некоторая манерность, томность, жалобы на усталость, резкие перепады настроения, приступы острого недовольства своей работой. Сходство Рябовского с Левитаном понимает и Чехов. И он маскирует его внешними отличиями, делает Рябовского белокурым, краснощёким, с голубыми глазами, в то время как Левитан был брюнет, бледнолицей и темноглазой. 18 мая, вскоре после размолвки с Левитаном, Чехов написал Мизиновый «Снится ли вам Левитан с чёрными глазами, полными африканской страсти? Продолжаете ли вы получать письма от вашей 70-летней соперницы?» Ну, 40-летней на самом деле. И лицемерно отвечать ей «Вас, Лика, сидит большой крокодил, и, в сущности, я хорошо делаю, что слушаюсь здравого смысла, а не сердца, которое вы укусили». В этом письме признание в сердечном влечении, правда, сделанное в шутливой форме. Кстати, крокодил – это словечко Левитана, любившая называть всех, от людей до рыб, крокодилами. Из-за этого Чехов называл иногда крокодилом самого Левитана. По поводу Пасквиля Чехов написал Левитану письмо, объясняя недоразумения. Однако их размолвка продолжалась более двух лет. В мае Левитан и Чехов, и Левитан и Кувшинников, прошу прощения, выехали на Лето во Владимирскую губернию, в деревню Городок, близ станции Болдина. Однажды, возвращаясь под вечер с охоты, Левитан и Кувшинникова вышли на широкую, теряющуюся в далеких перелесках, дорогу, истоптанную, и разбитую. Левитан осознал, что это Владимирка, дорога, по которой до недавнего времени проходили на каторгу и ссылку тысячи несчастных людей. Кувшинникова вспоминала, на другой же день Левитан с большим холстом был на этом месте и в несколько сеансов написал всю картину прямо с натуры. Картина Владимирка – проявление гражданской позиции Левитана, его сочувствия и протеста. Ее считают редким образцом русского исторического и социального пейзажа. В 1994 году Левитан подарит эту картину Третьяковской галерее. Летом-осенью 1993 года Левитан живет в Тверской губернии в имении Ушаковых Островно возле одноименного озера. Там и на озере Удомля работает над картиной «Над вечным покоем». Это наиболее философская картина художника, размышляющего о жизни и смерти, о том, что есть человек перед ликом вечности. Картина стала своеобразным синтезом и завершением его драматических, мрачных картин «У омута Владимирка» и вместе с тем окончанием эллигической серии, начатой на Волге «Тихая обитель», «Вечерний звон». «В ней я весь, со всей моей психологией, со всем содержанием», – написал Левитан Третьякову. Летом 1994 года Левитан с Кувшинниковой снова приезжает в имение Ушаковых, на этот раз в сопровождении двух молоденьких девушек. О драматических событиях этого лета оставила воспоминания одна из них – поэтесса Татьяна Щепкина-Куперник. Они, узнав, что тут живет знаменитость Левитан, сделали визит Софье Петровне и отношения завязались. Это была мать Анна Николаевна Турченинова и две очаровательные девочки наших лет. Мы, младшие, продолжали свою полудетскую жизнь, а на наших глазах разыгрывалась драма. Левитан хмурился, все чаще и чаще пропадал со своей собакой Вестой, как бы на охоте. Софья Петровна ходила с пылающим лицом, и кончилось все это полной победой петербургской дамы и разрывом Левитана Софьей Петровной. Левитан переселился в имение Турчениновых, горка. В том году Левитан особенно много пишет пастелью. В этой технике, в частности, выполнен дом Турчениновых в горке, осень, усадьба. И натюрморт Васильки. Натюрморт Левитан подарил Варваре, старшей дочери хозяйки усадьбы, с надписью «Сердечному чудному человеку» В. И. Турчениновой на добрую память. Левитан 1894. 27 марта 1994 года Чехов написал в Мизиновой из Ялты. Север все-таки лучше русского юга, по крайней мере весною. У нас природа грустнее, лиричнее, левитанистее. Здесь же она ни то, ни все. Точно хорошие, звучные, но холодные стихи. Примирение Левитана и Чехова состоялось 2 января 1995 года. О том, как оно произошло, в воспоминаниях Щепкина и Куперник. Отправляясь в Мелехово, я заехала по дороге на вокзал к Левитану, обещавшему мне показать этюды, написанные в «Островно». Когда Левитан узнал, куда я еду, он стал по своей привычке вздыхать и говорить мне, как ему тяжел этот глупый разрыв, и как бы ему хотелось туда поехать. Левитан заволновался, зажегся и вдруг решился. И вот мы поехали к дому. Залаяли собаки на колокольчик. Выбежала на крыльцо Мария Павловна. Вышел закутанный Антон Павлович. В сумерках вгляделся кто со мной, маленькая пауза. И оба кинулись друг к другу, так крепко схватили друг друга за руки и вдруг заговорили о самых обыкновенных вещах. О дороге, о погоде, о Москве. Как будто ничего не случилось. Левитан уехал на следующий день, рано утром. Чехову на обороте визитной карточки оставил записку. «Сожалею, что не увижу тебя сегодня. Заглянешь ты ко мне. Я рад несказанно, что вновь здесь, у Чеховых, вернулся к тому, что было дорого, и что на самом деле и не переставало быть дорогим. Жму дружески руку. Твой Левитан». Чехов вскоре посетил мастерскую Левитана. 19 января написал Суворину. «Это лучший русский пейзажист. Но представьте, уже нет молодости. Пишет уже не молодо, а бравурно. Я думаю, что его истаскали бабы. Эти милые создания дают любовь, а берут у мужчины немного. Только молодость». Но Левитана уже 35, пора зарелости. Тем не менее, Чехов правильно заметил в его пейзажах смену настроений. Ряд его картин, написанных в 95-96 годах, относятся к так называемой мажорной лирике. В 95-м году Левитан заканчивает начатую в 91-м картину «Свежий ветер. Волга». Она вызывает настроение солнечного, праздничного утра, ощущение бодрости и силы. И, как написал Нестеров, «Быть может, ни одна картина, кроме репинских бурлаков, не дает такой яркой, точной характеристики Волги». На этюды в горке в этом году Левитан выезжает необычно рано, в начале весны. «Там много работает, стараясь успеть за быстро меняющейся натурой». Пишет картину «Март», научившую нас видеть голубые тени на снегу. В ней радостное нетерпение пробуждающейся природы. Пишет этюды к картинам «Весна, последний снег» и «Ранняя весна». 21 июня, находясь в остром депрессивном состоянии, спровоцированном сложными драматическими отношениями с Анной Турчениновой и ее старшей дочерью Варварой, Левитан пытался застрелиться. К счастью, рана оказалась поверхностной, но потребовала длительного лечения. Душевное состояние Левитана также было тяжелым. 1 июля Турченинова пишет Чехову письмо, в котором, сообщив о служившемся, просит его приехать. «Зная из разговоров, что вы дружны и близки Левитану, я решилась написать вам, прося немедленно приехать к больному. От вашего приезда зависит жизнь человека. Вы один можете спасти его и вывести из полного равнодушия к жизни, а временами бешеванного решения покончить с собой. Вслед за письмом отправила телеграмму, не сохранившуюся, получив которую, Чехов выехал из Мелехова. Он был в горках с 5 по 10 июля. 27 июля Левитан написал Чехову, «Те несколько дней, приведенных тобой у меня, были для меня самыми покойными днями за это лето». В том же письме Чехов пишет, что вновь захандрил без меры и грани, захандрил до одури, до ужаса, если б знал, как скверно у меня теперь на душе. Тоска и уныние пронизали меня. Что делать? Очевидно, как это уже бывало с ним не раз, спасла красота, вывезла работа. 9 августа Левитан, уже не поминая о хандре, извещает Чехова, что приступил к работе. Пишет, цветущие лилии, которые уже идут к концу, отцветают, боится упустить сюжет. Левитан работал тогда над картиной Нинюфары. Ее нельзя назвать ни натюрмортом, ни пейзажем. На ней совсем малая часть живой природы. Несколько белых лилий на темной полупрозрачной воде. Рядом плавают листья на едва видимых стебельках. Десятка два зеленых, два-три желтых, красных. Написаны близко и сверху. Должно быть с мостика или лодки. Можно руку протянуть. Простейший мотив. Однако картина предварялась этюдами и написана на большом холсте. Ее размеры больше, чем у Тихой обители или Владимирки. Очевидно, красота натуры увлекла художника. Он написал шедевр. Мажорный период продолжался недолго. О, пропустил, прошу прощения. За ним следует еще один. Золотая осень. Яркий, красочный портрет любимейшего времени года Левитана. Мажорный период продолжался недолго. В 97-м году Левитан пишет один из самых лиричных своих пейзажей. Весна, большая вода. Картина радостная, светлая. Но свет ее неярок, и радость тихая, спокойная. Примерно тогда же написана «Эллигическая осень». В ней грусть, готовящаяся к отдыху природы. С осени 86-го года Левитан живет с тяжелым сердечным заболеванием. В конце года Чехов записал в дневнике «У Левитана расширение аорты. Носят на груди глину. Превосходные тюды и страстная жажда жизни». 8 февраля 97-го года Левитан написал Чехову «На днях я чуть вновь не окалел. И, оправившись немного, теперь думаю устроить консилиум у себя во главе с Остроумовым. И не дальше, как на днях. Через неделю в дневнике Чехова появилась запись вечером был у профессора Остроумова. Говорит, что Левитану не миновать смерти». 4 марта Чехов был у Левитана и сам выслушивал его. 7-го написал Шехтелю «Я выслушивал Левитана. Дело плохо. Сердце у него не стучит, а дует. Вместо звука тук-тук слышится пф-тук. Это называется в медицине шум с первым временем». Чехов и сам серьезно болен. «После обострения легочного заболевания он с 25 марта по 10 апреля находился в клинике профессора Остроумова». «Здесь определился у меня верхушечный процесс», писал Чехов 2 апреля брату Александру. «То есть признали за мной право, будя пожелаю, именоваться инвалидом». В начале апреля Левитан по совету врачей едет на юг Европы. 12 апреля из Нерви, Италия он пишет Чехову письмо, в котором ругает докторов, ссылающих в какую-то дыру на юг, говоря, что воздух, режим, все и восстановит. Ничего они не понимают. Левитан еще не знает о болезни Чехова. Получив письмо Чехова, Левитан 5 мая отвечает ему «Дорогой мой Антон Павлович, ты меня адски встревожил своим письмом. Что с тобой? Неужели в самом деле болезнь легких? Не ошибаются ли эскулапы? Они все врут, не исключают даже и тебя. Как ты сам себя чувствуешь? Или самому трудно себя проследить? Сделай все возможное. Поезжай на Кумыс. Лето прекрасно в России, а на зиму поедем на юг, хоть даже в Нерви. Вместе мы скучать не будем. Не нужно ли денег? 7 июня Левитан вернулся в Москву. 9-го написал Чехову. Третьего дня возвратился в Москву. Хочется повидать тебя, да не знаю, у себя ли ты. Напиши поскорее, как себя чувствуешь и можно ли приехать к тебе. Лето проведу у Морозова, под Москвой. Поправился значительно, кажется. Кланяйся твоим, твой Левитан. Левитан Марии Чеховой. Успенская, 29 июля 1997 года. Хорошая моя Мария Павловна, я писал как-то Антону Павловичу, но ответа не получил, из чего заключаю, что его нет в деревне. Где он? А главное, как его здоровье? Голубушка, Марии, напишите обо всем этом. Какую дивную вещь написал Антон Павлович. Мужики, это потрясающая вещь. Он достиг в этой вещи поразительной художественной компактности. Я от нее в восторге. Что вы поделываете, дорогая моя славная девушка? Ужасно хочется вас видеть, да так плохо, что просто боюсь переезда к вам, да по такой жаре вдобавок. Что ваши, здоровы ли? Мой привет им. Искренне преданный вам Левитан. Левитан побывал в Мелихове во второй половине августа, когда жары уже не было. 19 августа Павел Егорович записал в дневнике. Левитан и Лика приехали в 9 с половиной вечера, а через два дня, утро, плюс 11 градусов, уехали Левитан и Лика. В то утро Чехов подарил Левитану две книги. Пестрые рассказы на титульном листе сделал надпись знаменитому Левитану от великодушного автора. И вторую с повестями «Мужики и моя жизнь», на которой написал милому другу Исааку Ильичу Левитану от сердечно расположенного автора. Чехов из Мелихова также пишет о нездоровье. «Раскис я совсем, все хочется лежать». С началом осени Чехов уезжает во Францию и живет там до начала мая 98-го, главным образом в Ницце. Левитан знает, что конец жизни близок и может наступить внезапно. Но, как обычно, много читает, работает, экспонирует картины на многих выставках в России и за рубежом. Он остается членом товарищества передвижников и вместе с тем участвует в выставках в творческого объединения «Мир искусства». 23 марта 1898 года Собрание Академии художеств присваивает Левитану звание академика. Когда Чехов, находясь во Франции, узнал, что Левитан стал академиком, он написал сестре. Антокольский говорил, между прочим, что Левитан получил звание академика. Значит, Левитану уже нельзя говорить «ты». Спокойная сумеречная или ночная природа – характерная тема пейзажей Левитана в конце 90-х годов. Мотивы пейзажей разнообразны и просты. Березы в лунном свете вдоль дороги, деревенская околица, сумерки, летний вечер, озеро с осенним лесом на берегу. И написаны эти пейзажи просто. В изображаемых объектах меньше деталей, краски менее ярки и цветовой диапазон невелик, и при том очень выразительно, благодаря единой тональности и гармоничности цветового решения. В то же время Левитан пишет «Большое полотно озера», символическую картину царственно-величавой русской природы и светлой, свободной и радостной жизни. Как писал Владимир Петров, художник вкладывал в это полотно свою выстраданную, благословляющую любовь к жизни и стране. Оно стало лебединой песней Левитана. Осенью 98-го года Левитан становится руководителем пейзажной мастерской училища живописи. Этим новым для себя занятием увлекается, относится к нему так же серьезно, как к своему творчеству. Зимой устраивает в классе подобие уголков природы. Ставятся елки в катках или цветущие растения в горшках. Весной и осенью выезжает с учениками на этюды в полюбившиеся места Подмосковья. Он говорит ученикам о любви к природе, прививает умение понимать ее красоту и при том видеть и писать по-своему, без оглядки на известные изображения. Об успехе учеников, о переживаниях за них Левитан сообщает Чехову. «Сегодня я иду в Питер. Волнуюсь, как сукин сын. Мои ученики дебютируют на передвижной. Больше, чем за себя трепещу. Хоть и презираешь мнение большинства, а жутко, черт возьми». 15 сентября 1998 года Чехов выехал в Ялту. Вскоре после того, как побывал в художественном театре на репетиции «Чайки». После премьеры спектакля, состоявшейся 17 декабря, Мария Павловна написала брату, «Вчера шла твоя «Чайка», поставлена она прекрасно. «Я хотела пригласить Левитана, но он опять болен. У него инфлуенса». Левитан Чехову, 8 января 1999 года, Москва. «Только что вернулся из театра, где давали чайку. Не имея возможности накануне взять билет, не знаю, как мое сердце поведет себя. Я являлся в театр незадолго до спектакля и несколько раз не заставал ни одного места. Вчера решил во что бы то ни стало посмотреть «Чайку» и добыл у Барышникова за двойную цену кресло. «Вероятно, тебе писали, как идет и поставлена твоя пьеса. Скажу одно, я только ее понял теперь. В чтении она была не особенно глубока для меня. Здесь же, отлично, тщательно срепетованная, любовно поставленная, обработанная до мельчайших подробностей, она производит дивное впечатление. Как бы тебе сказать, я не совсем еще очухался, но сознаю одно, я пережил высоко художественные минуты, смотря на «Чайку». От нее веет той грустью, которая веет от жизни, когда всматриваешься в нее. Хорошо, очень хорошо. Как твое здоровье? Ничего у меня не выходит из моих намерений. Думал поехать отдохнуть к тебе в Ялту, а пришлось заниматься разными делами. Устаю от школы, устаю от работ, бросить которые в то же время не могу. Как говорит твой Тригорин, ибо всякий художник крепостной. Ну, будь здоров, пошли тебе Господь всего. Твой Левитан. Левитан и Чехов, каждый из них, обращаясь к творчеству другого, переживал высоко художественные минуты. И не случайно Чехов, начинавший ухаживать за Ольгой Книпер, пригласил ее смотреть новые картины Левитана. Позднее она вспоминала. Это весной 99-го года. Я ближе познакомилась с Чеховым и со всей его милой семьей. И в первый день Пасхи пришел вдруг Чехов с визитом. Он, никуда и никогда не ходивший в гости. В такой же солнечный весенний день мы пошли с ним на выставку картин, смотреть Левитана, его друга. И были свидетелями того, как публика не понимала и смеялась над его чудесной картиной. Стагасе на прелунном свете. Так это казалось ново и непонятно. Последний в своей жизни новый, 900-й год, Левитан встретил у Чехова. Он приехал в Ялту в канун Рождества. В доме Чехова гостил две недели. Здесь Левитан написал Чехов брату Ивану 27 декабря на открытке с новогодними поздравлениями. И в тот же день в письме Шаховскому, соседу по Мелеху и своему приятелю. Здесь Левитан, он в отличном настроении и пьет по четыре стакана чаю. У нас Левитан, писал Чехов Ольге Кнеппер 2 января. На моем камине он изобразил лунную ночь во время сенокоса, лук, копны, вдали лес, надо всем царит луна. Левитан выехал из Ялты 8 января. 11 января написал Чехову. Добрался я благополучно, Антон Павлович. На днях выберу время и справлюсь относительно иллюстрации к твоим рассказам. Здесь холод адский и мерзость. Перестал злиться. У бука. Привет матери. Мария Павловна выехала. Всего лучшего. Душевно твой, Левитан. На что мог бы злиться Чехов? Почему он, обычно сдержанный в проявлении своих чувств, мог не разделять отличное настроение Левитана и быть с ним букой? После отъезда Левитана Чехов написал режиссеру и актеру художественного театра Санину. Я жив и почти здоров, но скучаю без культуры, без московского звона. Дорого дал бы, чтобы провести хотя один день в Москве и повидать всех вас. В художественном театре почти каждый день выходила на сцену милая, необыкновенная актриса Ольга Книпер. Она уже гостила три дня в Мелихове. Встречалась с Чеховым в Москве и прошлым летом в Ялте. Вместе они возвращались из Ялты в Москву, но были пока на «вы». Если находились далеко друг от друга, обменивались письмами. Чехов и Книпер увлечены друг другом и чувствуют эту взаимность. Он и она стремятся к продолжению и развитию знакомства. Когда Левитан гостил у Чехова, они, очевидно, говорили о художественном театре и, в частности, о его актрисах. Левитан, как это видно из последующих писем, знал о начавшемся романе Чехова и Книпер и вместе с тем подразнивал ее, говоря о своих новых увлечениях, примерно так, как раньше писал о Лике. Она любит не тебя, Белобрысова, а меня. Вероятно, это и сделало Чехова букой, хотя причину плохого настроения ему, возможно, удалось скрыть. Во всяком случае, Левитан продолжал на эту тему шутить. Из Москвы писал Чехову о своей милой Книпер, о том, что больше не остановится у буки Чехова. Конечно, это были прежде всего шутки. Вопрос в том, нравились ли они Чехову. Левитан Чехову, 16 апреля 1900 года, Москва. «Голубчик, ты тоскуешь в Ялте, но смертельная тоска и здесь, только издалека все розово. На днях слышал о твоем новом рассказе в жизни, еще сам не читал. Говорят, что-то изумительное по достоинству. Неужели ты способен к созиданию таких произведений? Был на днях у Маши и видел мою милую Книпер. Она мне больше и больше начинает нравиться, ибо замечает должное охлаждение к почетному академику». Это звание почетного академика недавно присвоили Чехову. «В апреле, думаю, в Ялту приехать, но, конечно, не остановлюсь у буки Чехова. Бог с ним. Но будь здоров, это главное, и не тоской. Бесплотно это. Набирайся сил на утеху человечеству. Каково сказано? Привет матери! Дружески жму тебе руки, очень любящий тебя, Левитан». В начале мая Левитан был с учениками на этюдах в подмосковных Химках. Сильно простудился и тяжело заболел. Чехов, приезжавший в мае на несколько дней в Москву, навестил Левитана, и это была их последняя встреча. 20 мая Чехов писал Ольге Книпер из Ялты. «Как Левитан? Меня ужасно мучает неизвестность. Если что слышали, то напишите, пожалуйста». В этот же день Турчанинова, ухаживающий за больным, написала Чехову. «Антон Павлович, с вашего отъезда температура каждый день поднималась до 40. Вчера 41. Упадок полный. Сегодня утром температура упала до 36,6. Вздохнули мы, но к вечеру опять поднимается. Что-то будет. Ужас закрадывается в душу. Но я не унываю. Не верю, что не выхожу. Не могу больше писать. Анна». 22 июля Левитан умер. 25 июля похоронен на Драгомиловском кладбище в Москве. 22 апреля 1941 года его прах перенесен на Новодевичье кладбище и захоронен недалеко от могилы Чехова. В июне 1902 года Антон Чехов и Ольга Книпер уже год как повенчанные гостили по приглашению Станиславского в его Любимовке. 18 сентября Книпер написала из Москвы, живущему в Ялте, Чехову. «Я только что вернулась из Любимовки. Весь день было много впечатлений. Осенняя природа, бледное солнце, сквозной лес. Все грустно, все сжимается, угасает. Я сбегала на плотик, посмотрела, нет ли Антона моего там. Хотела позвать его чай пить, но он ушел. Постояла на плотике, посмотрела на темную, холодную, стальную воду на берега и думала о двух удивительных художниках, таких близких друг к другу, о Чехове и Левитане, и обожала их. «Сегодня получил от тебя великолепное письмо», – ответил Чехов. «Описание твоей поездки в Любимовку» и, прочитавши, порадовался, что у меня такая хорошая, славная жена. Чехов и Левитан. Писатель и художник. В их судьбах много общего. Родились в одном году в провинции, в юные годы бедствовали, сами зарабатывали на жизнь. Постоянно занимаясь самообразованием, стали образованными, воспитанными людьми, сознающими меру своего таланта и уважающими его. Познакомились они молодыми. Часто встречались, переписывались. Сохранились 45 писем Левитана Чехову. К сожалению, по завещанию Левитана, все полученные им письма, и не только Чехова, были сожжены. Левитаны Чехов были великими тружениками, рано добились профессионального и общественного признания. В последние годы жизни работали, преодолевая тяжелые, неизлечимые заболевания. Знали, что их ждет преждевременная смерть. Не знали, что за ней последует неприходящая слава. Не только в их судьбах, но в их взглядах, жизненных и творческих позициях немало общего. Они много путешествовали, но заграничные мотивы не имеют большого значения в творчестве Левитана и отсутствуют у Чехова. Хорошо им пишутся только в России и только о ней. У Чехова есть замечательные путевые очерки из Сибири, но кроме писем у него нет заграничных корреспонденций. Неподверженные групповым интересам, они были независимы во взглядах и мнениях, особенно в том, что касалось их творчества. Левитан был членом товарищества передвижников и сотрудничал с художниками мира искусства, но он не был ни передвижником, ни мироскусником. Синтезируя лучшее, что было в различных течениях, он оставался самим собой. Художник и искусствовед Александр Бенова писал, «В истории русской живописи, пожалуй, и не найти мастера более независимого, более самобытного и самодавляющего, нежели Левитан». Чехов всегда был самим собой, был внутренно свободен и никогда не считался с тем, чего одни ожидали от Антона Чехова, другие, более грубые, требовали. Это писал Горький. С независимостью во взглядах сочетается их широта и объективность. «Художественная литература», писал Чехов, «потому и называется художественной, что рисует жизнь такую, какова она есть на самом деле. Суживать ее функции только такой специальностью, как добывание зерен, также для нее смертельно, как если бы вы заставили Левитана рисовать дерево, приказав ему не трогать грязной коры и пожелтевшие листвы. Близкий Чехову по духу художник мог написать и над вечным покоем и вечный дворик, и ветхий дворик, прошу прощения. Они не посещали регулярно храмы, но бывали в них. Чехов, несмотря на тяжелые детские воспоминания, остался любителем хорошего церковного пения, торжественных храмовых служб, праздничного колокольного звона. Он дал средства на постройку колокольни для Мельховской церкви, где по просьбе крестьян ему случалось петь. В воспоминаниях Марии Павловны, записанных Сергеем Глаголем, есть рассказ о том, как любил Левитан вечернюю службу где-нибудь в деревенской церковке. Кувшинникова вспоминала о поведении Левитана в церкви. Как только началась обедня, он вдруг, волнуясь, стал просить меня показать, как и куда ставят свечи, и действительно стал ставить их ко всем образам. И все время службы со взволнованным лицом стоял он подле нас и переживал охватившее его трепетное чувство. Однажды в троица день он тоже пошел с нами в церковь. И вот, когда началось благословение цветов и раздались поэтичные слова, сопровождающие его молитвы, он, расстроенный почти до слез, наклонился ко мне, «Послушайте, ведь это же удивительно, Господи, как это хорошо! Ведь это не православная и не другая какая молитва, это мировая молитва!» Они не были канонически верующими, приверженцем определенной религии, но вместе с тем весной 1987 года Левитан писал Чехову «Я никогда еще не любил так природы, не был так чуток к ней, никогда еще так сильно не чувствовал я это божественное нечто, разлитое во всем, но что не всякий видит, что даже и назвать нельзя, так как оно не поддается разуму, анализу, а постигается любовью». Конец цитаты. Из-за этого чувства божественное нечто, которое проявляется в произведениях Чехова и Левитана, их нельзя назвать атеистами. В их произведениях раздумья о смысле бытия и жизни, жажда жизни, ощущение его глубокого тайного смысла. Оба тонко чувствуют яркую, скрытую красоту природы, и вместе с тем ее величие преклоняется перед ней. В своем творчестве соединяет красоту в природе и красоту этическую, нравственную. Верят или страстно хотят верить в победу правды и красоты. И как невелико зло, рано, а поздно уже, поздно. Так, с минуточку. Вот так. И как невелико зло, все же ночь стиха и прекрасна, и все же в Божьем мире правда есть и будет. Такая же тихая и прекрасная, и все на земле только ждет, чтоб слиться с правдой, как лунный свет сливается с ночью. Чехов в овраге. Левитан. Письмо Медынцеву. 16 апреля 1994 года. Канун Пасхи. Пишу вам в то самое время, как вы, вероятно, уже вернувшись из-за границы, сидите в своей семье накануне светлого праздника, предвестника весны. Вероятно, через час раздастся благовест. О, как я люблю эти минуты! Минуты, говорящие о жизни правды, говорящие не о фактическом воскресении, а о торжестве истины. Правда и красота в жизни и искусстве – это и было религией Левитана, поскольку соединяло их с божественным нечто. О настроении в картинах природы заговорили в русской критике до Левитана в связи с картинами Поленова. Стремление соединить человеческие переживания с природными образами было присуще не только Левитану. Как писал Игорь Горобарь, Левитан сумел вобрать себе все мысли и чувства, которыми горели его сверстники и товарищи. Конец цитаты. Но у Левитана высшая степень восприимчивости соединялась со страстной жаждой выразить то, что он чувствовал. Если выразить не удавалось, это было глубочайшей трагедией. Если удавалось, появлялись шедевры. Поэтому понятие пейзаж настроения обычно связывает с его именем. Чехов, также тонко чувствующий природу лирик, и его описание природы, тоже пейзажи настроения, конечно, есть различия. Скажем, пейзаж у Чехова только часть произведения. Важно другое. Природа у Чехова не только место действия или несколько оригинальных деталей, создающих впечатление достоверности, а часть самой жизни. Создать настроение эту задачу Чехов ставит и решает осознанно. В апреле 95-го года он пишет Жиркевичу, описание природы тогда лишь уместны и не портят дело, когда они кстати, когда помогают вам сообщить читателю то или другое настроение, как музыка в мелодикламации. Картинность, изображение, вместо подробного описания, это общее в поэтике пейзажа Левитана и Чехова. Чехов заменяет подробное описание природы наглядным показом немногих отобранных деталей. Пейзаж у Чехова производит ощущение легкого наброска, сделанного сразу по первому мгновенному впечатлению. Это Александр Чудаков поэтика Чехова. Левитан иногда потому только считал свою картину неоконченной, что на ней было слишком много подробностей. Левитана часто упрекали, что его картины это этюды, талантливые, но недоделанные наброски. Но, пишет Бенуа, Левитан выставлял только картины, всегда прекрасные как таковые, не по сюжету, не по содержанию, но прямо по своему внешнему виду. прекрасные сами по себе, как живопись, как краски, как сочетание форм. В пейзажах Левитана и Чехова легкость, непосредственная передача впечатлений, свойственная этюдам, соединялась с законченностью совершенно написанной картины. О картинах природы в рассказах Чехова Левитан написал ее 1991 год. Пейзажи в них это верх совершенства. Искусствоведы отмечали соответствие, близость по настроению пейзажей Левитана и Чехова. Например, майские сумерки, нежная молодая зелень с тенями, запах сирени, гудение жуков, тишина, тепло, как это ново и необыкновенно, хотя весна повторяется каждый год. Повесть «Моя жизнь» и картина Левитана «Первая зелень май», где изображена эта нежная молодая зелень с тенями и множеством оттенков зеленого. Или левитановские вечера и ночи, со стогами или без них, например, «Лунная ночь», деревня, и написанная в те же годы «Лунная ночь» в рассказе «Человек в футляре». Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо в этом своем покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кратка, печальна, прекрасна, и кажется, что и звезды смотрят на нее ласково и с умилением, и что зла уже нет на земле, и все благополучно. В связи с этим рассказом и рассказом о враге Владимир Петров пишет о единстве чувства красоты ночной природы и высокой чеховско-левитановской этики. Но что означают эти соответствия и близость пейзажа по настроению? Обращение Чехова к творчеству Левитана Если заимствования были, они не были решающими. Если бы Чехов выступал как переводчик Левитана с языка изображения, это не было бы традиционным литературным описанием видимого. Подстрочником для Чехова могли быть не элементы мотива неба, луна, избы, стога, а вызываемые картины чувства, мысли, настроения. Это их Чехов писал словами и делал это так, что его пейзажи были верхом совершенства. Влияние Левитана, по словам Чехова, лучшего русского пейзажиста, очевидно было. Называл же Чехов природу средней полосы России левитанистой и, вероятно, впечатлением от его картин вызвано убеждение Чехова, что описания природы должны быть картинны. В пейзажах Левитана Чехов мог видеть те же, запечатленные им в прозе мгновения природной жизни, которые, если в них всматриваться, дают ощущение одиночества и красоты, тайны и бесконечности. Но эти чувства, мысли и настроения Чехова возникали и непосредственно вне связи с картинами Левитана и были следствием его глубокой внутренней связи с природой, его сердечности и теплоты в отношении к ней, подавляющей его Чехова своими тайнами и величием. Дружески знакомые с молодых лет Левитан и Чехов сочувственно и внимательно следили за работой друг друга. Оба неуклонно поднимались к вершинам мастерства. Каждый из них высоко ставил творчество другого и испытывал его влияние. В июне 1991 года Левитан написал Чехову «Дорогой Антоша, я внимательно прочел еще раз твои пестеры рассказы в «Сумерках», и ты поразил меня как пейзажист. Я не говорю о массе очень интересных мыслей, но пейзажи в них это верх совершенства. Например, в рассказе «Счастье» картины степи, курганов, овец поразительные. Искусствовед Петр Гнечич вспоминал один раз Чехов сказал мне «Ах, были бы у меня деньги, купил бы я у Левитана его деревню, серенькую, жалконькую, затерянную, безобразную, но такой от нее веет невыразимой прелестью, что оторваться нельзя, а все бы на нее смотрел, досмотрел, до такой изумительной простоты и ясности мотива, до которых дошел Левитан в последнее время, никто не доходил до него, да не знаю, дойдет ли кто и после». Спасибо. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ